Палатарские фермеры не в полной мере получают субсидии на обновление техники. Как говорят сами предприниматели, положенные 25% государства не компенсируют полностью из-за превышения предельной цены. В этом вопросе разбиралась наша съемочная группа. Азат Амиржанов начинал с малого, взял скот, потихоньку расширял бизнес. Теперь цель выйти на новый уровень и избавиться от ручного труда, купить новую технику. Из-за дороговизны сельский фермер вынужден покупать самое дешевое. Выделяют 4-5 миллионов, но на эти деньги технику не купить. Мы вложили свои средства, а теперь нам не возвращают 25% из-за превышения цены на оборудование. Приобрести кормораздаточную технику по цене, указанной в нормативном документе, министерство невозможно, утверждают местные бизнесмены. Это касается и участника программы Жаско Сэпкер Аяза Тимиршотова. На все имеющиеся средства он приобрел устройство для вспашки почвы и переработки кормов. 25% средств, которые должны были быть возвращены в качестве субсидий, тоже не вернули. За 300 тысяч приобрести дробилку – это нереально. Если покажут таких производителей, мы, конечно, бы взяли бы. Но у нас даже, как сказать, при установке на кабель обошлось только в 150 тысяч тенге. Ну, просто это цены, я не знаю, вымышленные. Предельный норматив субсидий на приобретение техники не менялся уже 5 лет. В то же время рост цен привел к тому, что некоторые виды техники вообще не выпускались. 25% рассчитывается не от фактической стоимости, а от норматива. Есть у нас общий норматив, соответственно, где-то наименьшей цене, где-то по средней цене этот норматив выстроят. Соответственно, надо смотреть по технике. Если же упор у нас, понятно, что бюджетных средств не всегда хватает, поэтому упор делаем мы на основные виды техники – это пассивная уборочная техника. В текущем году по субсидированию агропромышленного комплекса региона выделено 24 миллиарда. Из них более 8 миллиардов на приобретение техники. Артур Поляков, Аяулы Мархимжанова, Ерлана Машев, Ертысак Парад.